Спасибо большое, но я за предпринимателей так бы не стал резво говорить, как вы сейчас сказали, по поводу встраивания в цепочке. У каждого своя история. Касательно того, как мы пришли к этому решению, у нас стояло две задачи, которые, конечно, изначально конфликтовали между собой. Это, с одной стороны, был запрос со стороны коллег из опора России неоднократно о том, что необходимо проиндексировать пороги по выручке, пороги по основным средствам для того, чтобы расширить периметры применения режима УСН для того, чтобы сделать какие-то такие более плавные условия для вхождения бизнеса, перерастания его из УСН на общий режим налоговложения. И, с другой стороны, ФНС фиксировала многократно в различных отраслях, но главным образом это, конечно, торговля, схема дробления, когда режим УСН использовался не для того, чтобы какие-то небольшие бизнесы развивались, а для того, чтобы крупные бизнесы уходили от уплаты косвенных налогов. Соответственно, вот эти две конфликтующие проблемы, те решения, которые мы предложили, они как раз устраняют, направлены, точнее, на решение этих двух вопросов. То есть мы расширяем, с одной стороны, пороги, с другой стороны, мы снижаем порог по выручке, начиная с которого, точнее, вводим порог по выручке, начиная с которого возникает обязанность становиться плательщиками НДС. То есть мы с 60 миллионов, теперь те, кто применяют УСН, должны стать налогоплательщиками НДС. Понимая при этом, что есть вопросы с администрированием НДС, мы также предусмотрели альтернативу общему режиму НДС, это 5-7% ставки, в зависимости от выручки, до 250 миллионов, до 450 миллионов, которые тех, у кого маленький объем входных вычетов, либо те, кто не хочет ввести книгу покупок, соответственно, они могли бы перейти на этот, так называемый, упрощенный режим НДС с пониженной ставкой НДС, но при этом без права на вычеты. Сразу отмечу, что мы также посмотрели на мировой опыт, который есть на соседней страны и стороны СНГ, какие там пороги по применению НДС, в том числе для плательщиков УСН, везде, конечно, они были существенно ниже наших, это и в Беларуси там 25 миллионов, в Казахстане, точнее, 25 миллионов, в Беларуси там, по-моему, порядка 100 миллионов, если говорить про развитые страны, там вообще пороги существенно ниже, там 10, 15, 20 миллионов рублей. И мы понимали, что это отвечает тем общемировым тенденциям, которые сейчас есть. Также справедливо было отмечено про того, что это затронет, на самом деле, в плане количества, это затронет только 3% плательщиков УСН, и для нас это тоже было важно, потому что мы понимали, что большинство организаций это не затронет. Также стоит задача по технологическому перевооружению, по суверенитету технологическому, поэтому необходимо было, конечно, предусмотреть в рамках тех мер, которые мы делаем, и для субъектов МСП в обрабатывающих секторах какие-то дополнительные стимулы, в связи с этим была снижена ставка страховых взносов при превышении МРОД с 15% до 7,6%. Кроме этого, для того бизнеса, который захочет обелиться, соответственно, также в рамках законопроекта предусмотрена амнистия, которая позволяет тем, кто в 22-24 годах дробился, а с 25-го перестает дробиться, консолидирует свой бизнес, предусмотрено, что, соответственно, те налоговые доначисления, задробления, которые будут сделаны за период 22-24 года, там пение, штрафы, соответственно, они будут прекращены в том случае, если произойдет консолидация бизнеса, и с 25-го года схемы дробления будут как класс выведены из применения. Вот, собственно говоря, это те, та идеология, которую мы использовали при разработке изменений в налоговое законодательство в части упрощенной системы налогообложения. Спасибо. Ну вот вы, кстати, сами о мировой тенденции упомянули. Вот сейчас, в принципе, многие крупные страны, да, вот читаешь заголовки, что вот в Штаты хотят там повысить подоходный налог. В общем, в развитых странах идет тенденция на рост тех или иных видов налогов. Вот я вот буквально на днях прочитал, что по указанию Эмира Афганистана, вот Афганистан скоро станет страной без налогов. То есть вот, может быть, нам не надо двигаться по мейнстриму, а вот следовать за, так сказать, перспективными экономиками. Тем более, что вот гости форума. Да, но это шутка, можете прокомментировать. Я с удовольствием. Вы расскажите, как расходы финансировать. Просто, понимаете, не бывает так. Это все-таки вещи сообщающиеся. Если у вас есть первая часть, вы должны ответить на вторую часть. Поэтому у меня как раз встречный вопрос модератору. Очень интересное предложение. Я думаю, большинство людей здесь поддерживает. Здесь Минфина нет, я здесь один. Поэтому я вам тогда встречный вопрос. Расскажите, как расходы профинансировать. Подскажите, точнее, Минфину красивые решения. И давайте этот вопрос серьезно обсуждать тогда. А если на второй вопрос не знаете ответа, то ставить первый вопрос бессмысленно. Субтитры создавал DimaTorzok